Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Продолжая еженедельные ролики про ток, я инвестирую и делюсь 25-летним опытом инвестора, который таки достиг уже финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня новости иммитентов, риски, перспективы компании, мои покупки, в частности конкретно будет ВК, Сегежа, Роснефть, Интеррау, Новотек и другие. Так, ну давайте начну с Сегежа, здесь пока больше всего негатива. Сегежа опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Выручка выросла на 22% год к году, но и убыто тоже вырос на 38% год к году. Также подросся чистый долг на 21%, и хорошего в этом всем ничего нет. Операционного дохода не хватает на выплату по процентам по займу. Материнская компания Айфкастема уже высказалась на эту тему, высказывалась даже несколько раз, они обещали помочь Сегеже. Но ситуация пока меняется в худшую сторону, и поэтому растут риски того, что вместо помощи конкретными деньгами может быть принято иное решение. Например, дополнительный выпуск акций, что приведет к разводнению акционерной стоимости, либо реструктуризация долга. Это уже плохо для держателей облигаций. Но время идет, непопулярные решения не принимаются, и пока остается надежда на рост цен на продукцию комбината. У меня Сегеж, естественно, очень мало, так как я уже давно осознаю серьезные проблемы этой компании и не набираю в портфель лишние риски. Компанию можно купить в свой долгосрочный портфель в расчете на то, что ситуация наладится, но набирать много точно не стоит, так как получите перекос по рискам в портфеле. Уже давно известно, что такие вот недальновидные инвестиционные действия с рисками к хорошему не приводят. Далее, пара слов про многолетние соревнования брокерских счетов на моем канале. В этой публикации от 5 мая в Телеграме я подробно рассказал про суть соревновательных счетов, и в частности про оранжевое инвестирование. Прочитайте вот этот информационный пост в Телеграме для лучшего понимания. А вот это брокерский счет того самого оранжевого инвестирования, который дергается. Здесь присутствуют зависшие фонды, и сюда я продолжаю регулярно покупать российские активы, фонды, акции, облигации. Далее видим счет Инвестклуба на закрытом канале в Телеграме. На него я покупаю иностранные акции в долларах США. Сейчас по иностранцам я публикую в Инвестклубе так называемые виртуальные покупки, но пока нет технических возможностей реальных. Оба эти брокерских счета соревнуются. Условия соревнований одинаковые. Регулярно пополняю каждый из них на 10 тысяч рублей в неделю и покупаю активы. Так уже очень давно. Конечно же я хочу сохранить это соревнование, чтобы вы видели, как оно пройдет через ну очень неоднозначное и сложное текущее время. Кстати видим, что иностранный счет Инвестклуба уже давно и сильно обгоняет оранжевое инвестирование. Причем действительно сильно, так как американский рынок и курс доллара выросли очень даже неплохо. Но так было однозначно не всегда. Более полтора года назад оранжевое инвестирование лидировало. Сейчас это кажется удивительным, но так было точно. И это естественно показывалось на канале, не скрывалось. Можете проверить по старым роликам, это легко сделать, особенно если захотите. Так, дальше, 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 дальше. По новостям компаний, входящих в мой инвестиционный портфель. И здесь у меня по плану ВК. Компания представила сокращенную отчетность за первый портал 2024 года. Выручка выросла на 24% год в году, а вот информация по прибыли и ЕБИТА не была раскрыта. Компания продолжает активно инвестировать в продуктовое и технологическое развитие бизнеса, что давит на финансовые результаты. Ну, вполне закономерно. Трайвером роста выручки стали доходы от онлайн рекламы, которые выросли на 21%. Также росли доходы в сегментах образовательной технологии и технологии для бизнеса. И здесь, соответственно, 36% и 55% год в году. Растет среднемесячная аудитория в России, что тоже неплохо. ВК – это типичная компания роста, но акции почти не растут. Это связано с тем, что нет ясности с доходностью на фоне высоких ставок и агрессивной инвестиционной стратегии. Непонятная перспектива, не совсем прозрачны цели руководства. При этом потенциал роста бизнеса остается очень существенным, с учетом государственного, так называемого, административного ресурса, ну и, соответственно, снизившейся конкуренции. Остается дело за малым направить усилия в правильном направлении и грамотно использовать конкурентные преимущества, которых довольно-таки много. Но, к сожалению, никто не обещает поступать именно так. В общем, компания с потенциалом и одновременно с серьезными рисками нераскрытия этого потенциала. Продолжаю. Но сначала напомню, что в моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которое не подходит по формату для видео. Важные публикации. Вы их можете прочесть только там. Например, вот эти вот темы из последних. Кстати, если захотите подписаться на этот канал в телеграме, то подписывайтесь осторожно и только по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. И этих сейчас, к сожалению, очень даже много. Больше, чем вы думаете, наверняка. Далее. Интеррау. Интеррау представил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Выручка выросла на 10% в год в году. Чистая прибыль выросла на 17% в год в году. А вот EBITDA снижается почти на 9%. Основную часть выручки приносит с бытовой бизнес. Он заметно прирастает. EBITDA снижается, так как были выведены некоторые энергоблоки на модернизацию и ремонт. Ну, плюс росли еще и цены на топливо. Компании, ну, если вот режимировать, да, компании удалось заместить выпадающие доходы от потери экспортного бизнеса в ЕС. У компании довольно много денег на счетах и нет долгов. Продолжается реализация объемной инвест-программы. И, кстати, вот в этом квартале практически половину от чистой прибыли составили процентные доходы от финансовой подушки, которая скопилась на счетах компании. Так, по дивидендам. Акционеры Интеррау утвердили дивиденды за 2023 год. Компания направит на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная отсечка 3 июня. У меня Интеррау находится на ИСе, то есть вот на вот этом счете. Здесь объем позиций по Интеррау 120 тысяч рублей. Это немного. Вижу смысл для себя периодически подбирать эту бумагу, но очень осторожно, так как компания не имеет однозначного и мощного иммунитета к возможным санкциям. Далее, всем порекомендую посмотреть мои свежие обучающие и обзорные ролики, обложки на экране. Просмотров там немного, алгоритмы Ютуба не любят реально полезные, им бы что-нибудь сенсационное подавай. А в этих роликах очень много важного и не только для новичков-инвесторов, но и для тех, кто зачастую ошибочно считает себя опытными и грамотными инвесторами. Честно говоря, я очень не рекомендую вам пропускать мои обучающие и обзорные ролики. Они сберегут вам и время, и деньги, а это очень даже важно. Продолжаю. Перед блоком о покупках я запланировал сказать еще несколько слов про Роснефть. У Роснефти все относительно неплохо сейчас. Отчеты неплохие выходят, а коррекция стоимости акции обусловлена в основном общей динамикой рынка. Роснефть заплатит дивиденды. В общем-то, это ожидаемая новость и останавливаться на ней долго смысла не вижу никакого. Из реально интересного хотелось бы отметить перспективу внедрения технологии получения карбоната лития из пластовой воды. Карбонат лития используется для производства литиевых аккумуляторов для электромобилей. То есть, тема очень интересна и востребована рынком. Но пока, к сожалению, это только планы, без конкретных дат. В общем, новость хорошая, но повлиять на акции Роснефти сможет только в будущем. Если все, конечно же, нормально срастется. Так, дальше. Теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшую неделю было целых 23. Это абсолютно недельный рекорд у меня по количеству покупок. Неделя была очень интересная по российскому рынку. Инвестировать на снижение мне реально нравится. Такие моменты начинаю понимать женщин во время распродаж. Ведь именно на существенных коррекциях можно купить что-то качественное и без переплаты. Надеюсь, что и следующая неделя тоже даст похожие возможности. Предпосылки к этому есть, но может все и лихо отрасти. Так вот, две покупки из 23 – это иностранные акции, те самые виртуальные покупки, о которых я говорил выше. И 21 из 23 – это российские акции, облигации, это ФЗ и фонды. Все перечисленные покупки, естественно, были оформлены в инвест-клубе. А подробнее давайте сейчас расскажу про покупку новотека. Санкции продолжают душить новотек. Создаются проблемы с закупкой оборудования и технологий. Остается проблема с танкерами и газовозами. Там и обстоятельства неприятные вскрылись, и санкции мощно влияют на строительство новых газовозов и доступность для перевозки газа уже существующих танкеров. Вполне может упасть маржинальность коммерческой деятельности из-за того, что новотеку больше придется продавать газа на спотовом рынке. Кроме того, похоже, компании придется самостоятельно финансировать проект «Арктик СПГ-2». Да и к тому же со специальными арктическими танкерами дела обстоят еще хуже. Растут санкционные риски. И во всем в этом нет ничего хорошего. Но цена акции новотека на перечисленные сложности реагирует уже давно, снижается. То есть проблемы в основном уже в цене. Так как я покупаю акции в долгосрок и только в долгосрок, то я продолжил аккуратные покупки новотека на снижение. Уже накопленные доли по этому имитенту и совокупный риск всего портфеля не позволяют это делать. Причем запасы. К тому же рано или поздно проблемы новотека постепенно порешаются. Но текущие риски реально существенны. Поэтому никаких фанатичных покупок на котлеты по этой бумаге я делаю, конечно же, не собираюсь. Просто спокойно усоединяюсь малыми объемами. Вот, в общем, осторожная покупка у меня продолжается. Тут ничего удивительного, так и нужно инвестировать. Покупаю не тупо и хаотично, все объясняю в инвест-клубе. Никакой суеты движухи, элементов шоу, грамотно, спокойно инвестирую в долгосрок. Ну а на сегодня это все. Успех в финансовой независимости и да пребудет с вами сила сложного процента.